Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аркелян, и я очень рада вновь приветствовать себя на моем канале. Сегодня я снимаю ролик, где собралась показывать вам свои старые фотографии, но не настолько старые, как снимают многие видеоблогеры, наподобие. Тут мне 5 лет, тут мне 3 годика, тут я с мамой в зоопарке, а это я вообще в роддоме лежу. А фотографии, которые были сделаны, ну, может быть, лет в 13, в 12, там, в 14, когда я еще жила в Челябинске, и есть очень много фотографий, над которыми сейчас, в этом возрасте, я могу поржать, и одновременно мне и вам может стать стыдно, потому что многие фотки, они действительно неловкие и очень смешные. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. Кстати, напишите ниже в комментариях, как вам этот фон, потому что я давно не снимала ролики, и как раз-таки на фоне своего рабочего стола. А многие зрители, которые давно за мной следят, просили, Карина, а почему ты снимаешь на неоне, на фоне телевизора с камином, на фоне красного фона, но никак не можешь снять на фоне вот этом вот. Поэтому я снова возвращаюсь к этому фону, пишите в комментариях, как он вам, и как давно вы меня смотрите, это тоже очень важно. Также в этом ролике я спрятала для вас ребус, и это фильм. Там будут какие-то эмоджи, может быть, буквы, вы, я думаю, и так прекрасно знаете, что такое ребус, и вы должны будете понять, какой фильм я для вас загадала. Если догадаетесь, то отправите мне разгадку в директ в инстаграме, ник вы видите сейчас на своих экранах. На победителей я буду подписываться, ставить лайки, кидать сигны, видео приветы и многое-многое другое. Я обещаю вам, что этот ролик будет очень интересный. Ах да, еще быстренько хочу вам кое-что показать. Ребятки, я думаю, в моих видео вы не один раз видели вот этот прекраснейший рисунок. Так вот, мне его нарисовала моя подписчица Катя. Если вы хотите сделать кому-то приятный подарок, или хотите, чтобы Катя нарисовала и вас точно так же красиво, как и меня, то переходите по ссылочке ниже в описании и закажите у нее какой-нибудь крутой рисунок. Катя действительно талантливая девочка, поэтому я уверена, что рисунок, который она вам сделает, вас точно порадует на все 100%. Ну а вот теперь мы точно можем начинать. Поехали! Так, ну что ж, полностью, естественно, показывать вам свою фотопленку я не буду, но я отобрала несколько смешных фотографий. И, кстати, видео, может быть, связанные с какими-то воспоминаниями. Фотографии не только неловкие, но и те, которые я хочу вам показать, с которыми у меня много что, например, связано. Ну что ж, первую фотографию, которую мы с вами рассмотрим, это вот эта фотка. Во-первых, хочу сразу с вами обсудить свои розовые волосы. Скажите мне, пожалуйста, как они вам? Шел ли мне розовый цвет? Если вы за мной следите не сильно долгое время, то, я думаю, для вас сейчас неожиданно видеть на мне какие-то цветные волосы. И тогда я действительно думала, что эта фотография крутая. Я не могу сказать точную дату, когда сделана эта фотка, потому что я очень много раз меняла телефон, и некоторые фотки я кидала себе в WhatsApp, сохраняла, естественно, дата менялась. Но тут я хочу вам показать одну важнейшую деталь. Я, кстати, хотела выложить эту фотку в Instagram. Как вам вот эта прекрасная уборщица на заднем плане? Подходит, не подходит вообще под фотку? Или вообще само место, огромное количество людей? Ну, я не знаю, может быть, кто-то до сих пор делает такие фотографии. Но сейчас я бы все-таки не решилась на такую фотку в Бургер Кинге, сидя за столом, еще с таким серьезным лицом, и руки куда-то опустила. Хер пойми, что я там делаю вообще. Еще у меня тут с бровями был сильнейший трабл. Я их очень сильно сбрила вот тут вот и выщипала так, что они начинались вообще вот с середины глаза, где-то так. И выглядело это настолько убого. Я еще помню, что тогда я никак брови свои не красила, имеется в виду красками, а просто херачила в сто слоев темными-притемными тенями. И реально брови выглядят убого. Тогда еще, кстати, не познакомилась со стрелками, которые рисую каждый день. Если я хоть когда-то на ролике буду без стрелок, то мне кажется, что все мои зрители будут в шоке, потому что я уже настолько привыкла к стрелкам, что я уже чувствую без них себя немного странно. Следующая фотография, которую я вам хочу показать, кстати, не на всех будет видно мое лицо, а просто какие-то, может быть, воспоминания. Посмотрите, как вам вот эта фотка. Естественно, по ней сначала ничего не понятно. Какая-то сумка, куча жрачки. Но задав вопрос, куда ты ходила с этой сумкой, я отвечу в школу. Во-первых, я не носила с собой тетради. Тогда, когда я забила херы, это было за 10 дней до начала летних каникул. Году так в 2017-м. Тут я вижу конфеты, токсик, яблоко, язычки, шоколад, мармеладки, сухарики. Вы не представляете, насколько херово я тогда питалась. И нет, я ела не по переменам. Я жрала, я не знаю, как кто, во время урока. Даже учителя перестали делать мне какие-либо замечания, потому что привыкли к тому, что я ем на уроках. Кстати, тогда я весила около 64-65 килограмм. С учетом того, что сейчас я вешу 55-54, я худела несколько раз. И, наконец-то, вот сейчас с возрастом мне пришло понимание, что тогда мне нужно было скинуть, да, желательно килограммчиков так 10. У каждого свое телосложение, так что, ребят, кто-то может выглядеть и при 100 килограммах более стройным и красивым. Но у всех по-разному, и, блин, тогда я очень часто жрала на уроках, и эта фотка у меня действительно как какое-то воспоминание. Следующая фотография, которую я вам покажу, это просто подростковые цитаты. Тогда я впервые влюбилась, мне понравился мальчик. И я очень часто, когда с ним познакомилась, выкладывала на страницу всякие цитатки, словечки, там, я не знаю, фотографии, мысли о суициде, знаете, как любят делать подростки, или всякие сохраненки, все, что только можно. Вот, как вам эта фотография? Я бы к этой фотке не придиралась, если бы не слова, которые на ней написаны. Say it before it's too late. Переводится как «Скажи это пока не поздно». Якобы этой прекрасной английской цитатой я хотела ему намекнуть на то, что типа «Признавайся, что я тебе нравлюсь, пожалуйста». Ну, пока не поздно, пока не закончилось время, будь добр. Тут у меня была достаточно странная стрижка, я даже забыла, как долго я ходила с этими волосами, по-моему, их сразу выпрямляла. Тут они у меня не уложены, немножечко кудрявые. Лицо достаточно так сильно блестит, стрелок, естественно, нет, и брови уже в более-менее нормальной форме. Естественно, этот крестик, который я ношу до сих пор у меня на шее, золотой браслет, и, естественно, мне непривычно смотреть на эту фотку, когда у меня такие короткие, обыгрызанные ногти. Кстати, по секрету вам, мои дорогие, скажу, я очень долго избавлялась от привычки грызть ногти. Мне было лет, ну, 9, лет так до 13 я грызла ногти, просто не переставая. Именно поэтому я начала очень часто ходить на маникюр, чтобы избавиться от этой привычки. Сейчас, естественно, у меня ее нет, уже как два года, но так или иначе, я думаю, что у многих подростков или детей очень часто бывала такая привычка, и это, естественно, неправильно. Я помню, смотрела прям куча роликов, как избавиться от привычки грызть ногти и так далее. Но, слава богу, сейчас этого нет. Следующая фотка, которую я вам покажу, это вот эта. Естественно, сразу, что я хочу с вами обсудить, это яркая подводка, ужасная форма бровей, блестки под глазами и форма губ, которую я тогда делала во время позирования на фотках. Я как-то искривляла свои губы, то, что сейчас, показав эту фотку вам, я на себя совершенно не похожа. Ну, сравните, реально. Я очень любила тогда обтягивающую одежду, очень сильно окрасилась, использовала огромное количество тонального крема. И вот так я ходила в школу. Не представляю, как меня оттуда еще не выгнали в первые три дня, когда увидели на мне такие ярко-розовые волосы и такой макияж. Ну, естественно, это трэш. Я тогда себе очень нравилась на этой фотке. Мне она действительно прям такая, типа, вау! Помню, даже все мои подружки мне говорили, вау, ты так на этой фотке круто смотришь, ты офигеть! Сейчас я смотрю и думаю, что да, капец, люди меняются, и эта фотка мне сейчас совершенно не нравится. А как эта фотография вам? Напишите ниже в комментариях. И застали ли вы тот момент, когда я выкладывала эту фотку к себе на страницу ВКонтакте, потому что тогда у меня была аудитория, ну, где-то 50-40 тысяч подписчиков ВК. Фотка, которую теперь я вам не побоюсь показать. В то время я этого боялась, во-первых, потому что узнают родители, во-вторых, увидят моя сестра, в-третьих, увидят учителя и так далее. И, естественно, как и любой другой подросток, я пробовала вейп, пробовала всякие электронные сигареты, сигареты я тоже пару раз пробовала, естественно, такое было у каждого человека, и я не постесняюсь даже об этом сейчас говорить. Но вот эта фотка, внимание, именно эту фотку, я уверена, сейчас все паблики будут постить, как вам такая Карина и так далее, но я не постесняюсь вам ее показать, потому что эта фотка была сделана где-то, ну, в 2017-2016 году, когда я такая, типа, вау, мне дали вейп, это было за школой, господи, в Челябинске. И я считала, что эта фотка прям максимально крутая, офигенская, ей можно выпендриваться, я так хотела ее выложить, прям всем показать, смотрите, я курю вейп, а сейчас я смотрю на это и думаю, боже мой, ну что за стыдоба. Естественно, эти прямые брови, вот это странное выражение лица, я считала, что нормально для девочки делать такую фотографию. А сейчас я на нее смотрю и реально думаю, что все, это капец. Я думаю, что многие мои зрители сейчас в шоке, увидев эту фотку, но у каждого бывают ошибки, и сейчас ни в коем случае я вам не посоветую вот эти всякие вейпы, электронные сигареты, это нахер не надо. Лучше этим дерьмом не заниматься. И любой человек, который прошел через это, со мной согласится. Следующая фотка, это когда только-только появились истории в Инстаграме, и я выложила вот эту прелесть, посмотрите. Использовав все шрифты, черточки, буковки, смайлики, время и так далее. И для чего я решила вам показать эту фотку? Эти ногти я красила сама, это лак, и вот эти всякие украшения я тоже делала сама, тогда я еще не ходила на маникюр и так далее. Просто сейчас я хочу, чтобы вы сравнили. Посмотрите на мои ногти. Сейчас, на длину ногтей, на дизайн ногтей, я уже так привыкла ко всему этому, и на фотку, которую вы видите сейчас рядом с моими ногтями. Как вам маникюр, который я раньше делала, обязательно напишите. На фоне, кстати, моей руки на этой истории видно коробку. Там раньше стояло огромное количество всяких лаков, блесточек и так далее. Я любила прям вот каждые два дня переделывать маникюр. Сидела по полчаса, украшала себе ногти, так этим увлекалась, мне кажется, как и любая другая девочка, у которой в комнате лежат лаки. А сейчас я хожу на маникюр, многие обсуждают мои ногти, но я настолько довольна этим, просто я уже так привыкла к такой длине, вы просто не представляете. Ну и следующая фотка. Период тогда, когда я покрасила волосы в белый цвет, их мне настолько сильно осветлили, что вот, посмотрите на это. Тут я пыталась поменять форму бровей, уже сделать их не настолько прямыми, как вы видели на прошлых фотках, а более такими, как ласточками. Форму губ я уже на фотках начала делать немножечко по-другому. Тут у меня, если приблизить, можно увидеть крутой гель-лак, кстати, прикольный маникюр. И, естественно, волосы. Скажите мне, как вам я с блондом? Вообще нравится, когда я блондинка или не нравится? Многие писали, что мне очень идет блонд, и что, Карина, перекрашивайся. Но, ребята, я настолько привыкла сейчас к черным волосам. Я понимаю, что с годами я все время меняюсь, 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 мне привычки меняются, вкус меняется, там, предпочтения какие-то. Я расту, и реально за этим очень интересно наблюдать. И тут я помню использовала внутреннюю подводку. Кстати, это фотография с лайф-эффектом. Сейчас я вам ее оживлю. Посмотрите, тут я просто позировала, но хотя бы можно посмотреть на эту фотку как на видос. Очень прикольно. Ну, фотка такая, видите, да? У меня волосы просто как солома. Это фотография. Хочу вам ее сразу показать. Тут я вся в беленьком. Считалось, что я очень красиво выгляжу, закрывая свое лицо, типа, посмотрите на мою фигуру. Тут я блондинка, и тогда у меня начали отрастать корни. Это можно увидеть по верхней части фотографии, где моя голова. Я обрезала, оригиналы этой фотки не могу найти. Если честно, белые штаны на мне тогда смотрелись не очень, и тем более я вышла в не очень хорошую погоду. Фон, естественно, очень странный, какой-то забор пожженный, какая-то трава, дуванчики. Это было сделано тоже в Челябинске. Не очень крутая фотография, но многим может понравиться, как я была одета на то время. Просто решила вам ее показать. Вот этот тренд, как я раньше обожала просто менять цвет травы на фотках. Я даже помню, ребят, как я вела свой инстаграм в фиолетовом цвете. Я выкладывала очень много фотографий, которые изменяла под фиолетовые оттенки. Кто застал этот момент, тоже обязательно напишите ниже в комментариях. Капец у меня тут ностальгия. Следующая фотка, она уже была сделана на тот момент, когда я переехала жить в Москву. Когда у меня еще были белые волосы, около двух лет назад я переехала. Я отстригла себе передние пряди волос ножницами. Это настолько убого выглядело. Если я сейчас найду, я вам покажу. Но так или иначе, вот эту фотку я вам прямо сейчас покажу. Я надела шапку, все волосы спрятала, естественно, в нее. Типа я такая винишко-тян с белыми короткими волосами, с накрашенными губами, ужасные брови, господи. Я, если честно, сейчас вообще в полнейшем шоке, смотря на эту фотографию. Я тогда шла в какое-то кафе, где громко играла музыка и считала, что все-таки вот. Я определилась со своим стилем, теперь я буду ходить именно так. Ужасная фотка, просто капец. Следующая фотка, это уже тогда, когда у меня на канале, по-моему, было, ну, миллион подписчиков. Не такая уж и старая, но тут моя самая неудачная стрижка волос. Тогда она не нравилась абсолютно никому. Но сейчас у меня волосы очень отросли, и я сожалею тысячи раз, что так подстриглась. Я помню, короче, когда покрасилась черный цвет, ребят, напоминаю, и были очень короткие волосы. Вот фотка. У меня были такой же длинный белые волосы, и мне их тогда покрасили в черный. И я думала, оставлять ли мне такую длину или попросить подстричь. В итоге я сказала, подстригите мне волосы покороче, господи, я бы сейчас ходила с такими длинными волосами. Это была такая жесткая ошибка, вы просто не представляете. Ну, посмотрите, как это убого выглядело. Вот сейчас, спустя полтора года я могу с легкостью сказать, что эта стрижка мне тогда не нравилась, и я очень комплексовала по этому поводу. Так, я немножечко полистала свою фотопленку, и следующую фотографию, которую я вам покажу, мне прям, ну, капец, как за нее стыдно. Посмотрите на это чудо. Во-первых, колготки в сетку, живот настолько огромный, будто я беременна, какая-то странная сумка, кофта заправленная, шорты просто шерстяная, две мороженки, и фотография сделана на фоне мусорки. Я считала, что эта фотка прикольно выглядит, что она супер-мега крутая. У меня еще тогда был хвост высокий и рыжие волосы. Ребят, рыжие волосы, это просто капец. Вот посмотрите на эту фотку и на меня сейчас. Ну, реально, даже, мне кажется, я настолько поменялась, что я сейчас просто горжусь собой. Это такой трэш. Это, по-моему, 29 июня 2017 года, в 21.09 была сделана эта фотография. Капец, два года, вроде не так много, но я так поменялась, ребят, вы просто представить себе не можете. Хочу отойти сразу от темы, показать следующую фотографию. Пожалуйста, ребят, мне просто настолько стыдно, что я хочу, чтобы вы увидели что-то веселое и действительно приятное. Вот эта фотка, например. Она была сделана с моей сестрой в день ее рождения. Мне тогда, по-моему, было лет 11-12. Я тогда пришла, снимала куртку со школы и поздравила ее с днем рождения, сделала фотографию на ее новый телефон. У меня тогда еще были совершенно не выщипанные брови. Мы тогда как два ребеночка. Посмотрите, я думаю, эту фотку вы ни разу не видели. Она действительно очень прикольная и можете ее форсить где угодно. Она прям вот очень крутая. Ну и последняя фотка, которую я хочу вам показать. Это вот эта. Мне за нее тоже достаточно стыдно. Во-первых, потому что я тогда полностью красила волосы в розовый цвет, хотела обратно вернуться к белому, не красила волосы розовым. И тогда мне просто пятыми на голове была эта розовая тоника, которая смотрелась, ну, капец, как ужасно. Мои обгрызанные ногти, естественно, очень короткие, некрасивые. И моя подруга рядом, которая, блядь, я даже не помню, как ее зовут, если честно. просто какие-то друзья, которые приходили и уходили из моей жизни, там, я не знаю, месяц я с ними общалась, две недели. Я реально не помню эту девочку, и, может быть, я тогда как-то хорошо с ней общалась, но если бы хорошо общалась, то не забыла бы за два года. Короче, ладно. Вот такая вот я была, ребята, и очень хочу выпустить вторую часть этого ролика, если же этот видос зайдет, если он вам понравится. В этом видео я очень сильно раскрылась перед вами, потому что муж и семья, я показала фотографии, за которые мне стыдно, которые отчасти не видел практически никто. Не забывайте про то, что ребус, я для вас уже спрятала его разгадку, а именно фильм. Можете кидать мне в директ в инстаграме и получать очень крутые призы. Хочу сказать вам, что у каждого человека бывают ошибки, у каждого человека бывают какие-то моменты, когда он что-то делает не так, растет, меняется, и учится на своих же ошибках, иногда бывает даже не слушая взрослых. Какое может быть с каждым человеком? Кто-то может сейчас находиться в этом периоде, кто-то может вообще с этим не сталкиваться. Все люди разные, и я спокойно могу раскрыться перед вами, снять вторую часть, показать, какие фотки еще были сделаны, за которые мне стыдно, я в детстве и так далее. Если же зайдет этот ролик. Спасибо вам огромное. С вами была Карина. Я вас очень люблю. Если вы до сих пор не вступили в семейку оракелянщиков, точнее не подписались на мой канал, то подписывайтесь. А те, кто уже на меня подписан, я вас очень люблю, крепко обнимаю и целую. С вами была Карина. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok